Друзья, всем привет! Вы на канале Евгения Эксперт Одесса и сегодня я хочу вам рассказать о, как обычно я людей просвещаю, о некоторых военных моментах, которые все слышат у всех на слуху, но как бы не многие знают, что это такое, о чем идет речь. Сегодня речь пойдет, 100% вы слышали о таком слове турникет, военный медицинский турникет, а еще вы слышали, наверное, помимо этого, что в бедной российской армии даже нет этих турникетов, они используют жгут эсмарха. Значит, что такое турникет и жгут эсмарха? Ну, жгут эсмарха, я думаю, вы видели в любом случае, потому что даже в старых автомобильных аптечках он часто попадался, такая розовая фигня, короче, с дырками, ну, как бы, вечно его использовали не по назначению, но суть в том, что, как бы, вы примерно имеете представление, что это такое. Вот, турникет более современная версия вот этой вот истории, только более удобная, более современная и более, как бы, эффективная в бою, либо в каких-то других ситуациях, там, где человеку нужна срочная помощь, причем там, где он ее должен оказать себе сам. Ну, то есть, сделан для удобства того, чтобы боец, либо раненый человек мог сам себе наложить вовремя жгут, чтобы не потерять кровь, добраться до пункта помощи, либо дождаться эвакуации. В общем, друзья, смотрите, сейчас буду вам показывать турникет. Я, скажу честно, ну, очень далекое имел представление, и только когда сам посмотрел это видео, только тогда понял, как он работает и как он действует, и что, в принципе, намного удобнее, чем вот та вот розовая шляпа, которая была в советских аптечках. Так что, друзья, поехали, смотрим, запоминаем, как пользоваться, прилагаю вам и видеоинструкцию от человека, специалиста, показывающего, как это правильно делается. Вперед! Таким образом его можно использовать самому себе при накладывании. То есть, если мы говорим о накладывании жгута на ногу, здесь все очень просто. То есть, вот мы, опять же, растягиваем жгут и накладываем на бедро в таком состоянии. Точно так же со всеми теми же правилами перекрещиваем, обводим и фиксируем на защелку, на руку самому себе. Что мы в этом случае используем? Опять же, мы говорим о том, что одна рука раненая, да, то есть, имеет место ранения, кровотечение, мы не можем ею шевелить, как правило. Соответственно, мы используем тоже вариант, который я показывал, при снестурном собственном зубе. То есть, мы захватываем этот жгут, в одну руке держим, в одну руке держим, в одну руку сейчас у меня могу зубами. Вот он первый тур, вот он перекрест. Соответственно, я уже могу отпустить жгут из зубов, дальше уже использовать для подхватывания, да, то есть, для того, чтобы домотать, зафиксировать жгут. Все, то есть, вот установлено кровотечение. Я проверяю пульсацию. Пульсации нет, эсмарха у нас имеет определенные ограничения, а именно, по своим техническим характеристикам, его можно применять в температурном диапазоне от нуля градусов до плюс 25. То есть, если у нас жара на улице, этот жгут пересыхает, и при своем использовании, то есть, натяжением банальной лопали. И многие солдаты жаловались на это, как во время боевых действий, когда они пытались оказать помощь, жгут банальной лопали. Сейчас у меня в руках кровоостанавливающий турникет, так называемый модель КЭТ. Данный предмет не зависит от температуры окружающей среды и может быть использован абсолютно в любое время года. С высокой степенью эффективности и далее, даже, я бы сказал, более предпочтителем, чем жгут эсмарха, который я показывал ранее. В чем его преимущество? Во-первых, проще использовать, даже если самому себе. Что представляет собой этот турникет? Это система, большая лента с липуткой. И здесь мы имеем планку, на которой располагается так называемый вороток и два зацепа для этого воротка. Вороток, через него проходит лента, которая, по сути своей, дальше продолжается во всей вот этой вот ленте. И когда мы будем его использовать, то есть мы закручиваем вороток, таким образом, сдавливая, сжимая вот эту ленту, мы сдавливаем всю основную ленту и обеспечиваем остановку кровоотечения. То есть мы раскрываем турникет, разворачиваем его, мы накладываем этот жгут, турникет, прошу прощения, на конечность, затягиваем петлю и фиксируем липкой лентой. Но не полностью. Для чего? Дальше мы начинаем крутить вот этот вороток. Мы докручиваем его до определенного этапа, когда мы видим, что у нас кровотечение остановилось визуально. То есть вот этого усилия достаточно для того, чтобы остановилось кровотечение. Больше нам крутить, сдавливать не нужно. Почему? Потому что мы, опять же, мы можем повредить мир, который находится рядом с нашей артерией. И здесь вороток заводится в одну из фиксаторов. Вот такие вот фиксаторы. Мы заводим в него и он там сам зажимается, блокируется. Дальше имеющийся хвостик мы докручиваем. И сверху накладываем вот такую тоже белую лихучечку. Мы видим тайм, время. То есть у них все продумано. Где на этой бумажечке мы, на этой ленточке мы пишем время наложения жгута. Так, друзья, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Вы узнали что-то интересное для себя. Какую-то полезную, нужную информацию. Стараюсь рассказывать, делиться с людьми, узнавать и рассказывать вам. Так что, друзья, лайк, репост, комментарии, как обычно, подписка. Ну, вы знаете, добиваю тысячу подписчиков для монетизации. Поэтому обязательно нужны ваши подписки, нужны ваши реакции и комментарии. Для того, чтобы у меня дальше был стимул и энтузиазм рассказывать вам что-нибудь интересное. С вами был Евгений, эксперт Одесса. Всем привет. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok